Добрый день дорогие друзья, рад видеть вас снова на канале Гороскоп, прогноз на 31 октября 23 года, мы начинаем начинать. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала, поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов, и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я желаю вам приятного просмотра, поехали! Овен. В избежании недоразумений, Овен в этот день должен постараться выражаться как можно яснее, без подтекстов и двойного смысла. Помните, людям свойственно додумывать то, что вовсе не подразумевалось, причем далеко не в лучшую сторону, поэтому постарайтесь в этот день лишить их возможности исказить ваше намерение или слова. Ваша цель в этот день это не найти компромисс, а предельно ясно донести до других свое видение ситуации. Также гороскоп советует Овну быть осторожнее с людьми, которые говорят одно, а делают совершенно другое. Как бы не хотелось найти с ними общий язык, в этот день это будет далеко не самой лучшей идеей. Любовный гороскоп для Овна. Если в последнее время Овну не удавалось решить какой-то вопрос в отношениях, в этот день он способен спокойно, без нервов и лишних эмоций найти компромиссное решение. Он не даст себя в обиду и сломит сопротивление любимого человека убийственными аргументами. Логика у него работает сейчас на отлично. Единственное, от чего любовный гороскоп советует воздержаться в этот день Овну, так это заносчивость. Держите нос на привычном уровне, не задирайте его и не задирайтесь сами. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. В этот день Овну предстоит на один денек вернуться на должность подмастерья, даже если он сейчас занимает высокую должность и давным-давно не ощущал себя в роли ученика. В ходе решения какой-то очень важной задачи Овин поймет, что ему никак не обойтись без профессионального совета со стороны. И тут придется либо расписаться в собственном бесилии и сорвать все мыслимые и немыслимые сроки, либо забыть про гордость и просить о помощи эксперта. Гороскоп советует Овну в этот день с благодарностью выслушивать советы и впитывать новые знания. Вы же знаете, век живи, век учись. Телец. В этот день главным препятствием Тельца на пути к успеху может стать только он сам. Лень, страх или комплексы способны помешать добиться того, чего он искренне желает. Гороскоп утверждает, звезды в этот день на вашей стороне. Отбросьте сомнения и идите к своей цели. Преодолев себя в этот день, Телец получает шанс на положительный сдвиг в карьере или в отношениях с небезразличным ему человеком. День также очень благоприятен для получения новых навыков и знаний. Тельцу стоит наконец-то заняться изучением вопроса, который давно занимал его воображение. Любовный гороскоп для Тельца. В этот день Телец склонен к излишнему анализу. Гороскоп не советует ему препарировать под микроскопом каждое словцо и действия второй половинки. Можно сказать, что Телец в этот день ищет повод обидеться. Ну а кто ищет, тот, как говорится, всегда его найдет. Вот только стоит ли искать? Как вы думаете? Любовный гороскоп предупреждает. В этот день Тельцу недоступен язык эмоций других людей. Он может неверно интерпретировать их поведение. Так что придется обращаться... Ооо, прошу прощения, общаться на языке логики. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. Не исключено, что в этот день Тельцу в деловых вопросах придется поломать голову над непростой задачкой. Жизнь подбросит ему несколько интересных вариантов. А вот остановиться на одном из них Тельцу будет очень сложно. Каждая из предложенных возможностей по-своему привлекательна и в каждой имеются свои недочеты. Что же, раз есть сомнения, то и торопиться с решением не стоит. Гороскоп советует Тельцу в этот день отложить этот вопрос на какое-то времечко. Возможно, уже совсем скоро он получит дополнительные факты, которые позволят не совершить ошибки. Близнецы. Возможно, что больше всего на свете близнецам в этот день захочется сохранять нейтралитет и ни во что не ввязываться. Однако, Гороскоп предупреждает, вряд ли им удастся в этот день занять нейтральную позицию. Моя хата с краем. Обстоятельства или окружающие вынудят в этот день близнецов высказать свое мнение или выбрать чью-то сторону в споре. Что ж, быть для всех хорошим невозможно. Главное не идти против собственных убеждений и принципов. Звезды Гороскопа советуют близнецам в этот день слушать свое сердце и меньше всего полагаться на чужие советы. Любовный Гороскоп для Близнецов. Близнецы в этот день рискуют попасть под негативное влияние звезд и почувствовать себя орлом на фоне своей второй половинки. Есть риск, вспомните, слишком лично принять Шнуровский хит. Она макака по знаку зодиака. Вполне возможно, что в этот день у близнецов появится реальный шанс посмеяться над промахом любимого человека и это вызовет в них вздутие самомнения. Гороскоп отношений призывает близнецов быть паенькой и не задирать нос слишком высоко. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В этот день близнецы могут беспристрастно посмотреть на себя со стороны и самокритично проанализировать свою деятельность. Каждому из нас время от времени требуется такая работа над ошибками. Может быть в каких-то вопросах близнецы проявили халатность, поторопились или приняли неверное решение. В этот день надо провести такой анализ вовсе не за тем, чтобы заняться бесполезным самобичеванием и сожалением, а за тем, чтобы извлечь опыт и идти дальше, не допуская уже подобных ситуаций. В конце концов, не было бы ошибок, не было бы повода совершенствоваться. Правильно же ведь? Рак. В этот день раку не стоит вступать в споры. Доказать все равно ничего не удастся, а вот нажить врагов отлично получится. Весьма вероятно, что представитель этого знака зодиака получит несправедливый нагоняй. Однако, гороскоп не советует ему в этот день оправдываться. Разумнее на холодную голову подобрать аргументы и доказательства своей правоты, и лишь потом поговорить с обидчиком, в особенности, если это ваш руководитель или преподаватель. Вообще, решение любых конфликтов и спорных вопросов раку лучше перенести на следующий хотя бы день. Любовный гороскоп для рака. Романтика? Да что это вообще такое? Раку в этот день не до этой ерундовины. Бытовые заботы или мысли о проблемах мироздания занимают его сейчас намного больше. Так что беседы о любви и свидании даются ему из рук вон плохо. Что ж, гороскоп предлагает взглянуть на любимого человека с непривычной стороны. Общайтесь с ним в этот день прежде всего как с лучшим другом. Об интересных книгах и фильмах, новой музыке или хобби. Ищите новые точки, соприкосновения и все у вас будет замечательно. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В этот день рак должен держать открытыми ушки и глазки. Возможно, что кто-то из окружающих сообщит ему важную информацию, которая позволит добиться успеха в рабочих вопросах. Это может быть обрывок разговора, случайно оставленный на столе доклад или другой источник информации, которое раку никак нельзя пропустить. Это его ключик к материальному достатку. Внимательность и аналитические способности рака в этот день помогут ему не пройти мимо и добыть недостающие сведения буквально из воздуха. Лев. В этот день льву не будут давать покоя лавры Шерлока Холмса. В каком-то вопросе ему захочется применить дедуктивный метод на практике. Логика, штука, конечно, хорошая. Однако ей подвластны далеко не все области жизни. Не пытайтесь применять ее в делах сердечных. А вот на работе или учебе лев в этот день сможет блеснуть своим рациональным подходом. Гороскоп говорит о том, что этот день хорош для анализа и получения знаний, особенно в области естественных наук. Лев без труда сможет понять решение сложной математической задачи или хитроумный способ начисления процентов по ипотеке. Любовный гороскоп для льва. В этот день лев несколько неуклюж в общении. Неожиданно для себя самого он может проявить бестактность по отношению к самым любимым и близким людям. А все из-за ослабления интуиции и чувственной глухоты. Леву в этот день сложно поставить себя на чьё-либо место. Он эгоцентричен и предпочитает игнорировать проблемы окружающих. Гороскоп предупреждает, можете забыть обо всех, но не будьте глухи к жалобам второй половинки. Не забывайте, вы её опора, поддержка и надежда. Гороскоп карьеры и финансов для льва. В этот день лев может и должен приступить к реализации своих далеко идущих планов в сфере карьерного роста и личного благосостояния. Возможно, что до этого дня он только мечтал, не осмеливаясь начать работать в нужном направлении. Но мечты это только семена будущих поступков. А в этот день пришло время всходов. Звёзды подталкивают льва спину. Хватит раскачиваться и строить воздушные замки. Надо действовать. В конце концов, сделав даже маленький шажочек цели, лев приближается к долгожданному успеху. Дева. Если дева много думала о чём-то в последнее время, то в этот день наконец пришло время высказать эти мысли вслух. Если дева чувствует, что мысли не помещаются у неё в голове, или же она окончательно запуталась, не может решить какую-то задачу и нуждается в свежем взгляде и совете со стороны, гороскоп утверждает, что как раз сейчас самый подходящий день для этого. Кто-то из друзей или коллег в этот день обязательно уделит тонущей в своих размышлениях деве внимание и поможет разложить всё по полочкам. Любовный гороскоп для девы. Дева в этот день настолько рассудительна, что этими своими рассуждениями может довести любимого человека до белого коленя. Она готова под микроскопом рассматривать любую маломальскую проблему. Например, выйти из дома для неё сейчас настоящий квест. Что надеть? Что взять с собой? А стоит ли вообще покидать квартиру? Да, тут трудно определиться. Гороскоп предупреждает. Особенно сложно деве в этот день будет давать сообщение с новыми людьми. Так что на случайное знакомство с гипотетическим возлюбленным рассчитывать приходится мало. Тот попросту сбежит от нудной сейчас девы. Да и всё. Гороскоп карьеры и финансов для девы. В этот день дева должна быть открыта для всего нового. Идеи, мысли, общения с незнакомыми людьми, пусть даже в неформальной обстановке. Звёзды приготовили для неё перспективное в деловом плане знакомство, которое может помочь ей вывести свой бизнес на новую высоту, найти новую интересную работу или высоко взлететь по карьерной лестнице. В этот день деве не стоит отмахиваться от новых знакомств. В них таится позитивное начало, которое надо разглядеть и использовать по максимуму. Весы. Вполне вероятно, что в этот день весам предстоит встреча с кем-то, кто аргументированно опровергнет их убеждения или даже заставит кардинально переменить свою точку зрения на какой-то вопрос. Конечно же, весы постараются держать оборону и отстаивать своё мнение по мере сил, но гороскоп советует им в этот день не идти на пролом, открыв свои сердце и разум для новых идей. Не стоит из-за упрямства тратить время на неправильный путь, ведь исправить свою точку зрения проще, чем идти неверной дорожкой. Так что в этот день, прежде чем спорить, поищите рациональное зерно в словах своего оппонента. Любовный гороскоп для весов. В своих размышлениях о любви весы могут уйти слишком далеко от реальности. Главный совет любовного гороскопа на этот день – избегайте слова «если». Нагромождение гипотетически возможных ситуаций в этот день грозит превратиться для весов в пугающую фантасмагорию. Хотите узнать ответ на какой-то вопрос о ваших отношениях? Обратитесь напрямую к первоисточнику в этот же день. Не придумывайте ответ из любимого человека и не обсуждайте проблемы личной жизни с посторонними людьми, в том числе и друзьями. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день весы смогут ощутить себя виновником, ах, винтиком, огромной машины, где им отведена важная роль и осознание себя, как части единого целого, будет им очень приятно. Даже выполнение однообразных процессов не будет для них в тягость. Напротив, весы осознают собственную значимость и оценят личный вклад в общее дело. В этот день весы находятся, что называется, на своем месте, что не сможет не отметить руководство. Скорпион. В этот день у скорпиона отличное время для получения новых знаний. Гороскоп советует ему раскрыть свое сознание для нового. Читайте, общайтесь, путешествуйте, записывайтесь на курсы мастер-классы, ходите в театры, музеи и кино. Этот день также хорош для передачи умений и навыков. Вместо того, чтобы сердиться на коллегу из-за его ошибки, подскажите, как ее избежать. Вместо того, чтобы оставить ребенка наедине с экраном, научите его делать что-нибудь по дому. Скорпион в этот день наделен необходимым для эффективного обучения терпением. Отличный повод для того, чтобы сделать мир вокруг чуточку лучше. Любовный гороскоп для скорпиона. Скорпион в этот день крайне обидчив, настоящий бука. Он глубоко переживает слова и поступки любимого человека. С ним очень сложно говорить даже на самые простые темы. Гороскоп указывает на стремление скорпиона искать подвох там, где его совершенно нет. В этот день при возникновении желания высказать претензию второй половинки, остановитесь, сделайте глубокий вдох и еще разочек подумайте. А стоит ли? Скорее всего, после минутного размышления вы поймете, что делаете из мухи слона. Гороскоп карьеры и финансов для скорпиона. В этот день скорпиону особенно удаются дела, требующие точных расчетов и внимания. Так что ему смело можно доверить заключение сложного договора. Он не упустит ни одного пунктика, проверив все буквально до запятой, или применить его энергию для подготовки отчетов и дальнейших планов на ведение порядков бухгалтерских документов. Скорпион прекрасно преуспеет в этих делах, почитав все затраты и прибыль, и, возможно, попутно отыщет неплохую возможность оптимизации деятельности компании. Главное для скорпиона в этот день не дать себе уснуть за бумажками, тогда он сумеет использовать возможности этого дня по максимуму. Стрелец. В этот день для Стрельца очень важно получить полную информацию по интересующему ему вопросу. Если предстоит совершить дорогую покупочку или подписать договорочек, внимательно перечитайте контракт и изучите все инструкции. То же самое касается и любых других дел. Гороскоп говорит о том, что в этот день Стрельцу не стоит полагаться на интуицию, только взвешенный логический подход поможет принять верное решение. Кроме того, есть вероятность, что в этот день Стрельцу доведется случайно узнать чей-то секретик. Если это произойдет, держите его в тайне. Ни с кем не делитесь, как бы не был велик соблазн. Любовный гороскоп для Стрельца. В большой компании Стрелец в этот день может потеряться. В этот день ему трудно поддерживать легкую светскую беседу, а потому завести знакомство или поддержать флирт он сейчас не способен. Что ж, если на вечер у Стрельца запланирован поход на вечеринку и он надеется найти себе пару, гороскоп рекомендует выбирать самого печального гостя, сидящего в одиночестве. Пусть участвовать в общем веселье в этот день Стрельцу не по плечу, зато он может с наслаждением разделить чью-нибудь меланхолию. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. В этот день Стрельцу как никогда необходима внутренняя собранность и внимание. Возможно даже, что рабочий день покажется ему настоящим экзаменом, где каждую минуточку требуется быть готовым к точному и правильному ответу. Так что звезды в этот день советуют Стрельцу отодвинуть неуверенность и внутренний страх, хорошо изучить вопрос и разговаривать с окружающими на профессиональном языке. В конце концов, это не ЕГЭ. Можно постоянно держать под рукой шпаргалки, рабочие документы и в нужный момент заглядывать в них, озвучивая факты и циферки. И тогда никто не посмеет усомниться в вашей квалификации. Козерог. В этот день Козерог может хвататься за 10 дел одновременно и на зло последовательным занудом успешно справиться с каждым из них. Даже под давлением дедлайнов и прессингом обстоятельства, ему будет удаваться достичь результатов, сохраняя на лице невозмутимую улыбку Дзен Просветленного. Что ж, такие дни случаются нечасто и Козерогу стоит использовать этот драйв по полной программе. Гороскоп обещает, собрав все бонусы этого дня, Козерог сможет значительно продвинуться вперед даже в тех вопросах, которые считал запущенными или неразрешимыми вовсе. Любовный гороскоп для Козерога. Самолюбие готово сыграть в этот день с Козерогом злую шуточку. А оставаясь спокойным снаружи, он может затаить обиду на вторую половинку, оскорбившись ее невинной шуткой или необдуманным поступком. Гороскоп не советует точить нож на любимого человека. В этот день вполне возможны любые недоумения, так что если что-то в его действиях вас расстроило, прямо так об этом ему и скажите. У Козерога сейчас замечательно получается подбирать правильные слова. Главное взять паузу и дать себе немножечко сосредоточиться. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. В этот день Козерогу придется отстаивать свое мнение, ведя долгие разговоры и споры с коллегами. Весьма возможно, что в итоге удастся выработать единый взгляд на волнующий вопрос, ведь часто именно в спорах и рождается истина. При этом Козерогу следует держать себя в руках и стараться, чтобы профессиональные разногласия не переходили в банальную перепалку. А при общении с руководством Козерогу не лишним в этот день было бы вспомнить слова Петра Великого. Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство, а потом уже начинать беседу. Водолей. Гороскоп предупреждает. В этот день Водолей может оказаться в ситуации один против всех. В неравном бою с коллективом шансов у него, конечно же, не будет. Поэтому Водолею в этот день стоит действовать хитрее и идти наперекор общественности напрямую. Склоняйте на свою сторону каждого члена коллектива по отдельности. Если вам в этот день необходимо убедить в чем-то группу людей, поговорите с каждым из них наедине, либо лично тет-отет с лидером группы. Еще один совет Гороскопа в этот день. Не пытаться заниматься несколькими делами сразу. Водолею в этот день стоит сосредоточиться лишь на одной главной задаче. Любовный Гороскоп для Водолея. Плохо, если между Водолеем и его второй половинкой возникает в этот день конфликт. Даже мелкая ссора может стать настоящей проблемой. Уступать Водолей сейчас не намерен. Ступать в открытую конфронтацию в принципе тоже. Так что, скорее всего, дело окончится обидками и наддутыми губежками. Учитывая, что чувство юмора в этот день Водолей тоже изменяет. Хорошо, если дело обойдется без нудных разбирательств. Гороскоп отношений советует вовсе воздержаться от споров. В этот день они проходят слишком уж тяжко. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день звезды советуют Водолею разделять рабочие и личные отношения. И не идти на компромиссы даже под давлением ситуации. Возможно, что кто-то из знакомых настойчиво попросит его об услуге, требующей использования служебного положения. Или кому-то из друзей потребуется помощь Водолея как профессионала. Гороскоп рекомендует отвечать в этот день на подобные просьбы твердым отказом. Мухи, как говорится, отдельно, котлетки отдельно. Лучше пережить кратковременную обидку, чем нанести существенный вред деловой репутации или многолетней дружбе. Рыбы. Вполне вероятно, что в этот день рыбам предстоит знакомство со множеством людей или же получение большой порции новой информации. Им придется использовать каждый бит своей памяти, чтобы сохранить в ней новые имена, лица и факты. Но поскольку в этот день умственные способности рыб обострены до предела, это им по плечу. Рыбам достаточно лишь сконцентрироваться и все станет возможным. Даже то, что на первый взгляд кажется им невероятно сложным. В этот день удачный день для собеседований, большой презентации, первого свидания, выхода в свет или любой другой ситуации, где рыбам необходимо произвести выдающееся первое впечатление и блеснуть своим интеллектом. Любовный гороскоп для рыб. В этот день с рыбами шутки плохи. Они воспринимают действительность и особенно собственную персону крайне серьезно, что может повлиять на их отношения с любимым человеком. Согласно гороскопу, рыбам сейчас трудом удается сопереживание, их внимание полностью направлено внутрь себя и это вряд ли понравится второй половинке. Выход один. Действуйте от головы, а не от сердца. В этот день для рыб это единственный способ учесть не только свои интересы. Гороскоп карьеры и финансов для рыбок. В этот день для рыб подходящее время для планирования своей карьеры. У них будет возможность правильно оценить дальнейшие перспективы, чтобы решить, оставаться ли на прежнем месте или пора бы подыскивать новую работенку. Возможно, в ходе размышления рыбы придут к совершенно неожиданным решениям. Ну, к примеру, скажем, осознают необходимость дополнительного обучения, чтобы достичь больших высот. Или наберутся смелости, чтобы попросить повышение зарплаты у руководства. Да и в любом случае звезды в этот день будут на их стороне обеспечивать моральную поддержку. Ну вот, кажется, весь прогноз, мои хорошие. Хочу вас поблагодарить за ваше внимание, поддержку вашу, за комментарии, за лайки. Очень приятные, кстати, комментарии по большому счету. Ведь, да, 99%. Ну и, конечно же, в свою очередь, пожелать вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. Ну и, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.